МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министры иностранных дел Китая и Туркменистана провели переговоры в Ашхабаде. Дипломаты договорились разработать программу расширения экономического партнерства, а также план взаимодействия в целом на ближайшие пять лет. Речь в том числе шла о сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс, один путь». Ван И, глава МИД КНР, заявил, что Пекин готов содействовать туркменской стороне в обеспечении национальной безопасности, а, кроме того, продолжит предоставлять Ашхабаду вакцины от COVID-19 и поддерживать его в борьбе с эпидемией. В свою очередь, руководитель МИДа Туркменистана, вице-премьер Рашид Мередов, отметил, что его страна готова расширять дальнейшее сотрудничество в области безопасности, нефтегазовой отрасли и других сферах. В отдаленных мангровых зарослях Сундарбанса в индийском штате Западная Бенгалия практически нет пунктов вакцинации, а существующие не справляются с потоком людей. Команда медиков отправилась в этот регион на лодки, чтобы все желающие смогли сделать прививки от COVID-19. «Наша задача – вакцинировать как можно больше людей в течение определенного времени. Программа вакцинации на лодке была создана, чтобы охватить мигрантов и людей, которые не могут добраться до пунктов вакцинации». Жители, которые были привиты на медицинской лодке, получили вакцину COVID-Shield. Это препарат от компании AstraZeneca, изготовленный Институтом сыворотки Индии. «В этой сельской местности очень трудно сделать прививку. Мы стояли в очередях в переполненных больницах, чтобы сделать укол. И мы очень рады, что появилась возможность сделать вакцинацию на лодке». В прошлом месяце правительство Индии начало кампанию по вакцинации всех взрослых, поставив цель к концу года охватить 950 миллионов человек. Но темпы этой кампании замедлились из-за нехватки вакцин и различных логистических препятствий. На сегодняшний день полностью вакцинированы только 8% от целевого показателя. В Китае запустили первую электрифицированную железную дорогу на Высокогорье. Новая линия протяженностью в 435 километров соединяет города Лхаса и Ньингчи в Тибете. Более 90% железнодорожных путей проходят на высоте, превышающей 3000 метров над уровнем моря. По маршруту расположены 9 станций, обслуживающих пассажирские и грузовые составы. Поезда на этой линии могут набирать скорость до 160 километров в час. Самые быстрые доставят пассажиров из Лхасы в город Шаньнань за 70 минут и в Ньингчи за 3,5 часа. Новая железная дорога является частью строящейся магистрали Сычуань-Тибет, которая соединит Лхасу с Чэнду, административным центром соседней провинции Сычуань. Как в эпоху пандемии обменяться контактами, соблюдая социальную дистанцию? Решение нашли в одном из салонов красоты в Дубае. Там делают маникюр с микрочипом, на котором размещена ваша цифровая визитная карточка. Мы спрашиваем клиента, какую информацию он хочет установить в этот чип. Туда можно загрузить ссылки на веб-сайт, странички в социальных сетях, свое имя и контакты. Данные мы загружаем с помощью технологии NFC. Затем маникюрные техники устанавливают этот чип на ноготь и покрывают его лаком для ногтей любого цвета. Микрочип на ногти можно отсканировать с помощью смартфона. Ведущая из Дубая Хананэ Спайерс стала одной из первых, кто решил попробовать новую технологию. Она сказала, что возможность поделиться визитной карточкой с помощью ногтя кажется ей трюком, но предположила, что такой маникюр в будущем станет обычным делом. Теперь, когда я приду в общественное место и захочу поделиться своим инстаграмм или другими социальными сетями, я скажу, отсканируй мой палец. Идею приклеивать микрочип с данными на ногти придумала владелица салона красоты Нур Макарим. Она говорит, что ее студия является первой, где оказывают такую услугу. После того, как она рассказала об этом на страницах салона красоты в социальных сетях, многие клиенты приходят именно для того, чтобы попробовать новую технологию. Дабу называют счастливчиком. У медвежонка блестящая шерстка, отличный вес и любознательность, присущая любому малышу. Хотя всего пару месяцев назад судьба новорожденного Мишки находилась под вопросом. Тощего с чесоткой и ушной инфекцией его привезли в Исламабадский зоопарк активисты, которым удалось забрать медвежонка у браконьеров. Нам сказали, что медведица была убита на пограничной линии контроля, а медвежонка подобрали браконьеры. Он был совсем малыш и еще не открыл глаза. Его положили в маленький мешочек и привезли в Равалпинди. Там активистам каким-то образом удалось добраться до браконьеров и спасти медвежонка. Детенышу грозила участь стать жертвой в кровавом спорте под названием «травля медведя». Это жестокая забава, а точнее расправа, когда собак сажают на медведя, прикованного цепью к столбу. Из-за этого браконьеры успели отрезать медвежонку уши, так как во время травли их зачастую отгрызают псы. Но Дабу действительно оказался счастливчиком и сейчас учится самостоятельно добывать пропитание. Мы бы порезали его еду на маленькие кусочки, но по мере того, как он растет, мы пытаемся приучить его добывать еду самостоятельно. Мы оставляем повсюду овощи и фрукты целиком, чтобы он смог научиться находить и кромсать их сам. Когда Дабу научится охотиться и сможет постоять за себя в естественной среде обитания, его выпустят в дикую природу. Хотя мы и вернем Дабу в его среду обитания, мы продолжим следить за ним некоторое время, чтобы убедиться, что он сможет выжить там. Кроме того, медвежонка установит чип, чтобы мы могли следить за ним и вести записи наблюдений. Дабу станет самостоятельным и свободным медведем, когда ему исполнится один год. В этом же возрасте обретают независимость и медвежата, которые росли рядом с мамой медведицей. На нашем сайте.